Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каталог компании насчитывает более 97 тысяч продуктов в каталоге и, в частности, порядка 60 высших партнерских статусов. Продолжение следует... 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 Ну, сейчас я передам слово моей коллеге Кристине Смирновой, которая занимается как раз развитием направления 5D-смета компании-дистрибьюторе. Сейчас секундочку передам микрофон. Добрый день, уважаемые слушатели вебинара. Елена, только что меня представила, мне зовут Смирнова Кристина. Я являюсь специалистом компании CISO по направлению смертные решения. И тоже буквально пару слов о нашей компании. CISO является крупнейшим дистрибьютором Autodesk в России. И, соответственно, компания CISO является нашим партнером. Вместе со мной также сегодня примет участие вебинар генеральный директор научно-технического центра Гектор Ильянский Александр Матвеевич, который чуть позже к нам тоже присоединится. И мы вместе продемонстрируем вам процесс смертной документации из биомодели Autodesk с помощью программы 5D-смета. О чем мы сегодня поговорим? Рассмотрим следующие вопросы. Это для чего предназначен программный продукт 5D-смета и каковы его основные возможности. Также посмотрим, что представляет собой программное решение и как устроить механизм работы 5D-смета. Познакомимся с процессом составления смертной документации на примере проекта Autodesk Revit. А также поговорим о преимуществах современного подхода к составлению смертной документации. Давайте перейдем к основной части. Уверена, что термин BIM вы уже далеко не первый раз слышите и на его определении мы останавливаться сегодня не будем. Также вам всем хорошо известен круг BIM, который представлен на свайте, предполагающий использование информационной модели на всех стадиях жизненного цикла объекта. Но все стадии мы сегодня рассматривать не будем, а поговорим лишь о конкретном этапе. Это этапе подготовки смертной документации. И узнаем, как при помощи современных инструментов рынка САПР можно использовать накапливаемую в BIM модели информацию не только для визуализации получения чертежей, но и для составления смертных расчетов. Трехмерная модель имеет количественные показатели о каждом своем элементе. Эти данные могут быть эффективно использованы для расчетов объемов работы. И, как показывает опыт, многие компании пытаются разрабатывать собственные скрипты и плагины для автоматизации этой задачи. Мы же хотим рассказать вам о готовом решении программы 5DISMET, которая не требует дополнительных настроек. Состав программного решения можно разделить на две отдельные части. Настройку смертной информации, которая встраивается в Revit и отображается отдельной вкладкой. И модуль привязки смертных нот, который устанавливается на рабочий компьютер смертчика и не требует наличия Revit. Общая схема взаимодействия ранее рассмотренных компонентов выглядит следующим образом. Из Revit с помощью настройки мы получаем физические и количественные характеристики элементов. В модуле назначаем им смертные нормы и возвращаем информацию обратно в модель, обеспечивая хранение данных в едином информационном пространстве, а именно в проекте Revit. Затем из редакции доска Revit информации выгружается в любую смертную программу, где происходит окончательный расчет смертной стоимости. Коротко описанный механизм можно представить неслежным набором последовательных шагов. На первоначальном этапе необходимо выбрать элементы модели Revit, затем выгрузить информацию в модуль назначения смертных норм, назначить смертные нормы, передать данные в модель Revit, выгрузить данные в смертную программу и получить окончательную смертную документацию. Следует отметить, что 5D смета не считает стоимость, а является промежуточным звеном между моделью и смертной программой. И прежде чем мы перейдем к демонстрации ранее описанного процесса, хочется выделить несколько ключевых возможностей программы. Эдесмет обеспечивает автоматизацию расчета объемов работ с использованием параметров элементов модели, разделение рабочих мест сметчика и проектировщика, контроль изменений в проекте, а также контроль полноты осмечивания, загрузку любых смертно-нормативных баз и прайс-листов, осмечивание аналогичных моделей с использованием шаблонных типовых проектов, визуализацию элементов Autodesk Revit и Autodesk Design Review, выгрузку информации в любую смертную программу, а также быстрый процесс внедрения. Чуть позже мы вернемся к базе и более подробно рассмотрим этот вопрос. А теперь давайте перейдем к более детальному рассмотрению функциональных возможностей на примере проекта Revit и пригласим к демонстрации Александра Матвеевича, разработчика данного программного решения. Александр Матвеевич, я вас приглашаю к демонстрации. У нас сейчас маленькая пауза, не отключай. Теперь вкупе только с рабочего стола. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, первое. Разделение труда, проектировщика и сметчика. У каждого свое рабочее место, они могут находиться на одном компьютере, но это не обязательно. Особенно, в принципе, на компьютере сметчика не нужно иметь Autodesk Revit, соответственно, это экономия и на лицензии, и на характеристиках компьютера. Сметчик не должен быть специалистом в Revit, хотя если он что-то знает, это хорошо, но в общем данным решением это не является обязательным. Второе. 5D-смета не сметная программа, она не считает сметную стоимость. По существу это некая автоматизированная ведомость объемов работ, которая достает информацию из проекта Revit, позволяет привязать сметные нормы практически из любой сметно-нормативной базы и передать результаты в любую сметную программу. Я покажу потом, каким образом это можно сделать. Ну и третье. Программа открыта для подключения любых сметно-нормативных баз. В комплект с ней идет федеральная база, мы это увидим. В принципе, если нужны какие-то другие базы, мы их готовы подключить. Тут, правда, надо заметить, что обычно федеральной базы вполне достаточно для работы в любом регионе, потому что на выходе у нас входы сметных норм и соответствующие объемы, а входы сметных норм, что в федеральной базе, что в территориальных совпадают на 99%. Поэтому использование территориальных сметно-нормативных баз, в общем-то, оказывается излишним. Если очень нужно, мы их готовы поставить, но они лицензионные, это будет отдельная плата. Исключение составляет база московская ТСН, где своя кодировка. Если кто-то хочет работать в ТСН, то да, нужно подключить эту базу. Это стоит так же, как в любой сметной программе. Ну что ж, это предварительное замечание. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Итак, вот передо мной проект Автодеска Ирит. После установки нашей программы в меню Ирита появляется специальная вкладка «Сметная информация». Это рабочее место проектировщика 5D сметы. Функции вот этого рабочего места достаточно простые. Первое. Это выбор нужных элементов проекта для передачи сметщика. Если проект небольшой, можно сразу все выгрузить сметщику, что мы сейчас и сделаем. Ну, в серьезных проектах, конечно, отдельно можно выгрузить каркас, отдельно какую-то электрику, сантехнику. Может быть, и каркас надо разбить на части, если большой проект. Вот это первая пункция. Решается она либо с помощью специального фильтра нашей программы. Он позволяет выбрать либо все элементы чертежа, либо без сметных норм, со сметными нормами. Обратите внимание, что можно выбирать измененные. То есть, если в проект были внесены после осмечивания какие-то изменения, то легко понять, какие элементы изменились, выгрузить только их для сметчика, чтобы он их добавил, добавил по ним информацию или изменил, если в проекте что-то изменилось. И вот здесь вторая функция рабочего места проектировщика – это контроль изменений в проекте. Вообще, если что-то меняется, появляется вот здесь на экране, выявите предупреждение, которое позволяет решить, что надо сделать. Дальше здесь же в фильтре можно выбрать только какие-то элементы. Можно выбрать несколько элементов. Здесь есть лестницы, колонны, ограждения, потолки, стены и так далее. Можно выбирать также по семействам, по типоразмерам, по уровням, по этажам. В данном случае проект небольшой, в нем всего 758 элементов. Мы сейчас целиком этот проект выбираем. Итак, вот сейчас программа выделила все элементы этого проекта. Прежде чем начать дальнейшую работу, я все-таки пробегусь еще раз по функциям. Итак, что мы сейчас сделаем? Мы передадим вот эту информацию сметчику. Так как у меня все сейчас на одном компьютере, то я нажму кнопку «Назначить норму» и у меня запустится рабочее место сметчика. Если сметчик на другом компьютере и нажимаем «Выгрузить файл», после этого указываем имя файла, который надо передать сметчику. Когда сметчик этот файл обработает, говорим «Загрузить из файла». В данном случае, так как все на одном компьютере, это делается автоматически по кнопке «Назначить норму». Ну и, наконец, результат нашей работы – это выгрузить смету. Мы до него дойдем еще. Остальные кнопки являются чисто средством ее выбора. Можно удалять норму, копировать с одного элемента на другой. Ну и так далее. Видите, тут относительно небольшой набор функций, которые позволяют обмениваться информацией со сметчиком, получать информацию о том, что в проекте изменилось, и выгружать результат сметной программы. Итак, нажимаю кнопку «Назначить норму». Revit выгружает данный проект в некий XML-файл. Сейчас он это сделает. Проект небольшой. Идет достаточно быстро. Плюс это ноутбук, который, конечно, для Revit не очень предназначен. Но, тем не менее. Запустилась вторая часть программы. Предлагаю для начала выбрать сметно-нормативную базу. Здесь у нас в списке только ГЭСНО, но, в общем, можно к этому списку подключать любое количество баз. Запрос выдается один раз для нового проекта, и потом уже программа знает, на какой базе этот проект делается, и не спрашивает, не дает запросов о нормативной базе. Сейчас она запустится, и мы увидим, как это выглядит для сметчика. Программа запустилась, загружает то, что ей отдал Revit. Сейчас это закончится у нас. И вот вступила на сцену, выходит сметчик. Что он видит перед собой? Давайте пройдемся по элементам управления этой программы. Она, конечно, более сложная и функциональная, чем рабочее место проектировщика. Вот это рабочее место сметчика 5D-смета. Давайте посмотрим что-нибудь. Ну вот, стены. По каждой стене есть вся информация, которая имеется в модели. Вот она здесь, в этом окошке, представлена. Как видите, есть материал. Это кирпичная стена. Есть объем кирпича, объем самой стены. В данном случае они совпадают. Да, вот 0,41, но бывает при каких-то сложных стенах, что лучше использовать объем именно кирпича. Это объем кирпичной кладки. Программа позволяет это и другое использовать. Есть высота этой стены. Вот она, 2740 мм. Для смет это важно. Стены более 4 метров и менее осмечиваются разными нормами. Есть объем, я уже сказал. Есть площадь для каких-то отделочных работ. Ну и так далее. Видно, что это на минус первом этаже какой-то подвал. Вот вся эта информация для сметчика доступна. В средней части экрана сметно-нормативная база. Сейчас это ДЭСНЫ, как мы сказали уже. Здесь полный набор. Последняя редакция федеральной базы 2017 года со всеми дополнениями. Соответственно, можно просто открывать нужные нам разделы этой базы. Вот у нас будет кладка стены с кирпичами. Безусловно, есть средства поиска. Я могу нажать кнопку, написать здесь, скажем, стена кирпичная. И получу список норм, в которых название есть подобное слово. Обратите внимание на среднюю часть вот этой таблички. Она достаточно необычна для сметных программ. Здесь можно задать физические характеристики тех конструкций, которые мы ищем. Ну, возьмем простой пример, какой-нибудь трубопровод. В ДЭСНЫх есть 100 расценок разных, в зависимости от диаметра этого трубопровода. Чтобы нам легче было искать, мы просто можем здесь задать диаметр, и программа автоматически найдет то, что нам нужно. Обратите внимание, что это не поиск по названию. Я введу тут 125 миллиметров, а в ДЭСНЫх может быть 100 и 150. Это не название, это именно хранение физических характеристик в базе. Иногда очень сильно помогает сократить объем тех норм, которые на выходе поиска получаются. Ну, давайте посмотрим. Сейчас у нас для стены все проще. Да, вот она как раз на наши стены и вышла. Есть стены в отделочных работах, в теплоизоляции и так далее. Но здесь нам нужен кирпич. Вот так. Берем наш кирпич, у нас небутовый камень. Ладно, вот наши стены. Высота этажа у нас видна, вот она. Стена, можем посмотреть, какая она. Будем считать ее простой, говорим, добавить. Но вот так работает, конечно, скучно. Вот у нас этих стен тут много, и все они одинаковые. Поэтому программа предоставляет возможность автоматически выделить похожие стены. Я нажимаю на кнопку. И вот у меня выделились все подобные стены. Вот эти стены немножко другие. Но я думаю, что они ничем существенно не отличаются. Здесь какой-то уже утеплитель у нас, какая-то другая стена. Правильно она не выделилась. И для вот этой стены тоже, когда я эту кнопку нажимал, здесь можно задать, например, интервал высоты. То есть я могу выделить сразу все стены высотой до 4 метров. Хотя у меня в проекте может быть все что угодно. Самая разная. Ладно, говорю, добавить. И вот у меня стена попала в нижнюю часть моего окна. Здесь нормы привязаны к выделенному конструкции. Ну что здесь интересного? Объем посчитался автоматически. Вот здесь формула объем. Вот единица измерения метры кубические. Объем взят вот отсюда. Можем проверить вообще-то. Если мы нажмем вот здесь кнопочку сумма, то мы увидим здесь объем. Вот он, 8,22. И вот он здесь точно такой же. Ну, еще раз повторюсь. Сметчики уже узнали во всем этом. Ведомость объема по работе. То есть то, что нужно сделать. И те нормы, которые надо привязать. Только эта ведомость автоматизированная. Она позволяет автоматически считать объемы. Она проверяет, что мы все осметили. Вот здесь галочки ставят. Она проверяет все элементы в нашем чертеже. И она позволяет следить за изменениями в чертеже. Вот на самом деле функционал 5 для смены. Давайте посмотрим, что еще тут можно делать. Итак, к одной стене я могу привязать много ноль. Я могу сюда же добавить какую-нибудь теплоизоляцию, отделку. Все, что хотите. Я могу смотреть, из чего эта стена состоит. То, что есть в Ревите, это слои. Они здесь все видны. Ну, здесь все просто. Но вообще бывает тут целый пирог, стена, отделка, теплоизоляция и так далее. И в принципе я могу привязывать нормы их к слоям. Ну, это более-менее все равно в данном случае. Но иногда хочется показать, что вот есть отдельная отделка на нее слои нормы, но есть отдельно самая кирпичная кладка, на нее слои. Смете вы все равно сможете это разделить или объединить как хотите, но вот здесь это тоже можно показывать. Нормально поддерживаются сборки, группировки и прочие пользовательские семейства Ревита. То есть это видно вот как группы, типа стены, только тут будет написана группировка какая-то. Что мы можем делать с привязанными нормами? Ну, мы можем, во-первых, посмотреть все, что там есть. Вот она. При желании можно поправить название. Любят сметчики говорить применительно. Это все в смету перейдет. Бывает, что необходимо поменять объем, формулу расчета объем. Ну, когда это хорошо? Ну, вот есть у нас какая-нибудь металлоконструкция, для нее задан объем, Ревит самого считает, а массу не задали. Что можно сделать? Поставить объем, умноженный на плотность стали. 7,85 тонн на кубометр. Все сметчики ее знают. Ну, вообще, обычно это делается, если такая необходимость есть, это делается не здесь, а делается один раз в настройке, вот в этой кнопочке. То есть вы можете для себя решить, что проектировщики вам массу каких-то металлоконструкций не готовы давать. Значит, просто программа автоматически будет считать массу по объему, умноженному на плотность. Дальше. Можно применять поправки из технической части. Здесь полный список поправок из федеральной базы, в данном случае они совпадают и с терми. Ну, и вот, пожалуйста, здесь, если кладка стен криволинейного очертания, видите, жирным шрифтом тут конкретно к этой норме выделена поправка, то мы можем применить, соответственно, к заработной плате поправку 1.1. Ну, я не вижу тут криволинейного очертания, но просто, чтобы показать, что получится выбрать поправку. Итак, вот у нас стала поправка 1.1 к заработной плате, естественно, к трудоемости. Таким образом, можно применять поправку. Дальше. Можно работать с неучтенными ресурсами. Ну, если меня слушают сметчики, они все знают, что это такое. Для тех, кто не в курсе, два слова скажу. Вот есть эта стена кирпичная, и ее можно сделать из разных видов кирпича, которые стоят сильно по-разному. Но сама технология, трудозатраты, используемые машины, механизмы и прочее, для всех этих видов кирпича не различен. Поэтому в базе стоимость кирпича выделяют в виде отдельной строки, и называется неучтенный ресурс. Вот у меня здесь кирпич неучтенный. Я говорю заменить его. У меня открывается база с кирпичами. Я могу здесь сделать побольше. Видите, здесь есть кирпич, здесь есть стоимость. Я могу подобрать нужный мне кирпич по стоимости, по характеристикам, естественно, в первую очередь, во вторую очередь по стоимости. И вот у меня тут появляется конкретный код этого кирпича, который уже имеет свою цену. Таким образом можно привязывать вот эти неучтенные ресурсы. Это пойдет в сметную программу. Что еще тут интересного есть? Можно подключить свой прайс-лист. Это делается на уровне пользователя. Мы тут не нужны. Так, только надо было сбросить фильтр предварительно. Видите, программа в прайс-листе начала кирпич искать. Естественно, не нашла. Говорю сбросить. И вот здесь, ну какая-то электрика в этом прайс-листе. На самом деле, очень часто прайс-листы используются. И вот в отличие от всего остального, от нормативной базы, стоимость по прайс-листам в смету у вас приедет. Сюда добавлять не буду, чтобы уж совсем не портить нашу смету. Но тем не менее, прайс-листы здесь доступны. Так же, как и любые другие части сметно-нормативной базы. Ну давайте еще что-нибудь посмотрим. Вот тут у меня есть какие-то стены, они бетонные. Можно их посмотреть. Сейчас я эти стены уберу. Что у нас тут есть? Перекрытия, по-моему, были, нет? Сейчас найдем что-нибудь интересное. Ну вот, допустим, перекрытие. Перекрытие у нас здесь уже вот, например, какое-то железо-бетонное перекрытие. Что мы про него знаем? Тоже знаем объем бетона, знаем отметку верха, она важна, знаем объем, да все знаем про него. Давайте попробуем. Вот я говорю, перекрытие бетонное. Программа на минутку задумывается. И говорит нам, вот он наш подраздел перекрытия. Не хочу я сейчас сильно искать тут, чтобы время не тратить. Так, устройство перекрытия, площадь до 5 метров квадратных. У нас какая площадь? 6, да? Ну, значит, нам нужно толщина у нас 200. То есть, нам нужна толщина 200 при площади более 5 метров квадратных. Вот она, наша норма. Готово. Объем посчитался, но так как тут 100 метров кубических программах поставил и формулу 001 умножить на объем. Вот он объем. Вот все хорошо. Так, тут я вспоминаю, что я забыл выделить аналогичные перекрытия. Ну, это не поздно сделать. Выделил и сказал применить вот то, что я там сделал ко всем помеченным. Ну, я на самом деле специально вот это показал, чтобы было понятно, что программа позволяет вот эти наши нормы распределять по выделенным конструкциям и до и после работы в любое время. Здесь у нас тоже есть неучтенный ресурс бетон. Я не буду сейчас на него время тратить. Это можно сделать здесь, можно сделать в сметной программе. В общем, практически то же самое, что мы уже видели. Вот таким образом это работает. И все это замечательно, но очевидно, что довольно скучно каждый раз одно и то же делать. Вот я один раз перекрытия свои сделал или какие-нибудь там трубопроводы, арматуру и прочее. И я хочу, естественно, использовать вот эту информацию в моих последующих проектах, чтобы заново все это не вводить. Да, конечно, объекты бывают очень разные и они сильно отмечаются конструктивно, но стены в общем повторяются и арматуру с диаметром таким-то она везде стоит более-менее одинаково. Так что программа для этого случая предоставляет средства для автоматизации расчетов на базе уже ранее созданных проектах. Таких средств у нас два. Два средства. Одно у нас мы уже тут случайно видели, когда со стенами работали. Давайте я еще раз это покажу. Вот у нас есть норма 6.1.41.12. И вот у нас есть какая-то стена, которая у нас тоже кирпичная, но мы еще к ней ничего не привязываем. вкладка диагональ какая-то неважно. Итак, я хочу взять норму 6.1.41.12 и применить ее вот к этой стене. ну я наверное это у нас норма бетонная. Сейчас мы найдем норму на нашу стену. Итак, я сбрасываю наш бетонный фильтр, открываю конструкции с кирпича и блоков, вкладка стен из кирпича, вот наша норма. Вот это я хотел вам показать. Итак, я могу свои нормы сохранить в какой-то своей базе. И я могу вот здесь взять свою норму либо непосредственно из нормативной базы, либо стена, вот тут я уже ее сохранил, и у меня здесь привязан уже кирпич какой-то. То есть не надо работать с привязкой неучтенных ресурсов и используется объем кирпича, а не самой стеной. То есть программа позволяет мне легко вытащить нужную мне норму. Вот я выбираю из того, что я ранее сохранил, она сюда попадает. Как это делается? Я всегда могу сказать, что я хочу вот это вот сохранить. вот моя база, вот тут у меня стены с кирпичом, простые стены, я могу добавить сюда новую позицию, тут может быть не одна норма, а несколько, и в следующий раз программа предложит мне выбрать любую из ранее сохраненных наборов норм, где есть вот та норма, которую я хочу сейчас применить. Когда это удобно? либо я уже сделал какой-то набор, стена с отделкой, с обоями, с чем хотите, вот она у меня часто встречается. Пожалуйста, беру ее целиком, сохраняю в этот набор, тут может быть 5-6-0, и она у меня в нашу смету, в данный проект автоматически привезла. Второй вариант не устраивает формула расчета объема. Ну вот у вас как-то так проектировщики сработали, что надо объем по сложной формуле длину умножить на ширину, умножить на высоту посчитать. Один раз сделал, запомнил этот набор и в следующий раз уже об этом не забыл. Наборы эти доступны на сети, то есть если один сметчик сделал, то всем это видно. Вот это первый способ автоматизации. Есть второй способ автоматизации. Сейчас извините, одна минутка. Так, тут немножко у меня перекрывает, поэтому я сейчас сделаю вот так. Сейчас, извините. Небольшая техническая неполадка. Вот у меня тут, к сожалению, была перекрыта нужная мне кнопка. Так вот, тут есть кнопки сохранить шаблон типового проекта и применить. Что такое шаблон? Это более серьезное средство, которое позволяет сразу все, что я сюда ввел, сохранить в некий файл. Файл я сам задаю. Ну, вот тут чего-то баловались, неважно, создам новый. И вот здесь я должен поставить те, отметить те свойства, которые для меня важны, когда этот шаблон будет применяться к новому проекту. В чем основная задача? Понять, что вот в новом проекте стена такая же, как была в этом проекте. И вот здесь я могу сказать, какие свойства для меня важны. Ну, наверное, для трубопровода я помечу здесь диаметр. Для арматуры тоже помечу диаметр. Для стены могу пометить высоту, если это до 4 и выше 4. То есть с помощью пометок вот этих свойств я могу сказать, что для меня важно, когда я буду применять вот этот проект. Ну, дальше я говорю, да, окей, проект, шаблон у меня успешно сохранен. И в следующий раз, получив аналогичный проект, я просто применяю вот этот шаблон и автоматически у меня привязывается все, что программа раньше про эти конструкции узнала с нашей помощью. Шаблонов может быть сколько угодно. Они могут быть отдельно для стен, для бетона, для чего-то еще. То есть механизм шаблонов достаточно гибкий. шаблоны могут быть, ну, вот кто-то из наших пользователей делает шаблон бизнес-класс, делает шаблон эконом-класс. Значит, можете соответственно туда разные позиции спросить, что вставляет более дешевые, более дорогие и так далее. На основании шаблонов можно решать всякие интересные задачи, ну, например, у меня вот есть трубопровод, я хочу каждые 5 метров вставить, предусмотреть там сварные швы трубопровод длин. Я могу один раз это сделать, то есть формулу задать подсчет сварных швов путем деления длины трубопровода на шаг этих швов сохранить это в шаблон для трубопровода заданного диаметра и забыть об этом. В следующий раз я применю шаблон, у меня будут и будет и сам трубопровод и соответствующие сварные швы длин. В общем, шаблон достаточно эффективное средство, которое позволяет жизнь сменщика достаточно сильно облегчить. Вот такие средства автоматизации есть в 5D-смете. Прежде чем пойти дальше, хочу показать еще одну интересную возможность. Вот у меня есть эти стены. Я хочу посмотреть, а где они там, собственно, в проекте у меня. Вот я их сейчас выделю. Есть тут хорошая кнопка, называется визуализация. Я на нее нажимаю, Revit показал Revit мне вот те элементы, которые я выделил. Ну, в данном случае это вот это вот что-то у меня синеньким выделил. посмотрел. Посмотрел, могу вернуться, ну, пожалуйста, чего-нибудь еще хочу выделить. В общем, любой элемент, который здесь у меня есть, я могу легко посмотреть Revit. Вот я хочу посмотреть все свои перекрытия. Пожалуйста, вот они выделились, Revit. Если чего-то непонятно в самом вот этом, в самих свойствах, то, значит, сметчик может переключиться в Revit и посмотреть, насколько, где там это перекрытие, как к нему подойти, стесненность и все короче. Ну, тут меня обычно уволят и говорят, вы же только что сказали, что Revit не обязательно на компьютере сметчик. А вы тут вот для того, чтобы не ловили на таких вещах, существует вторая возможность визуализации, а именно проектировщик может выгрузить проект в некий формат DWF, в дизайн веб формат, неважно. Если проектировщик отдаст сметчику файл вот в этом формате, то сметчик может установить на свой компьютер бесплатную программу Autodesk Design Review. И тогда точно такая же визуализация будет вот по этой кнопке, но только в Autodesk Design Review, а не в Revit. На мой взгляд, это даже лучше, потому что в Design Review сметчик может все смотреть, но поправить там ничего нельзя, то есть он не может испортить сам этот проект. Действительно, если человек в Revit не очень хорошо разбирается, можно взять какую-нибудь стенку случайно передвинуть и потом искать это будет тяжело. А здесь все видите, но использовать ничего не можете. Вот такая вторая возможность визуализации вот на этих двух кнопках здесь поеду стороны. Вот вкратце о том, что может делать сметчик на своем рабочем месте. безусловно, я вам не все сказал. Есть всякие настройки. Вот здесь, например, можно сказать, как будет считаться масса там для чего-то. Вот если нет для арматуры массы, то можно сказать, что это объем умножить на плотность. Можно задавать всякие хитрые формулы, если каких-то свойств не хватает. Можно выделять свойства, по которым потом в смете будут элементы группироваться по разделам, такая возможность тоже есть, то есть проектировщик хочет выделить какой-то узел в проекте. Он может просто там легко делается выделить этот узел и для всех элементов задать одно и то же, один и то же, ну допустим, комментарий. После этого по этому комментарию программа позволит собрать все это в отдельный раздел сметок. Здесь есть достаточно хорошие дополнительные сервисные возможности, но сейчас я об этом уже не буду подробно рассказывать, всегда можете потом посмотреть. Итак, я говорю ОК. Происходит обратная загрузка информации в Revit. Вот сейчас он импортирует те сметные нормы, которые мы привязали. Элементы сохраняются в базе данных Revit. Она привязана к данному паралетру. Готово. Ну что ж, вот теперь если я в это перекрытие ткну, стенку какую-нибудь. Давайте я вот что сейчас сделаю. Я хочу вам показать, как это вы видно в Revit. Пытаюсь найти какой-нибудь элемент, где у нас есть сметная норма привязанная. тут они все внутренние у нас где-то эти стены. хорошо, вот здесь есть отдельная окошко, здесь будет видно привязанную сметную норму с теми элементами, которые мы привязали сметную норму. Сейчас, может быть, удастся что-то найти. Ну, что-то мы там внутрь ее назвали. Ладно. Значит, проектировщик видит у себя проектировщик увидит у себя вот здесь сметную норму, привязанные ресурсы. Для него это чистая информация к размышлению. Он с этим работать, в общем-то, и не должен. И, соответственно, для него это чисто, так сказать, информация. Что там в проекте привязано, что нет. Зачем должен следить проектировщик? Значит, если... Так вот, извините, мы тут немножко увлеклись поиском этих размеченных элементов. попали. Да, вот они. Попали. Удалось. Значит, вот видите, здесь мы оставили на экране только те элементы, которым мы привязали сметные нормы. И ткнулись в один из этих элементов, увидели все, что по ней есть. Сама сметная норма, формула расчета объема, сам объем, привязанный ресурс. Тут мы их не привязывали, бетонный арматур. Вот такие это видит проектировщик. Что он должен дальше? Зачем он должен следить? Первое, зачем он должен следить? Что вот если он скажет выбрать без норм, то тогда у него ничего не должно быть. То есть, что он все осметил. Что сметчик ему передал полную информацию. Второе, зачем он должен следить? Чтобы вот здесь не появлялись предупреждения, что что-то тут изменилось и надо заново отдать сметчику. Ну, при этом программа достаточно сообразительная. Если мы изменим только объем, то она сама Ревит сам посчитает. Не надо сметчику отдавать. Вот если изменились какие-то физические размеры или еще что-то, то тогда надо отдать сметчику, чтобы он это проверил. Делается это элементально, то есть выбираем выбрать измененное, вот тут кнопка есть и отдать сметчику. Собственно, вот это работа проектировщика. И дальше, когда все готово, результат можно выгрузить. Сейчас я это дело покажу, но прежде чем туда идти, еще пару слов о дополнительных возможностях, которые можно получить, используя такую технологию работы. проектировщики. обычно как говорят, вот проектировщики проект свой сделали, да, срок у них 8 марта. 7 марта вечером они говорят, ох, все, последняя точка поставлена, а сметчики-то должны за оставшуюся ночь сделать смет. Вот для того, чтобы увеличить время, которое доступно сметчикам для составления, для выполнения их работы, проектировщик может отдать сметчику промежуточный вариант. Вот нарисовали три первых этажа, колонны расставили, котлован сделали, колонны расставили, отдали сметчику, он сделал то, что ему отдали. Отдал проектировщику, тот смотрит, ага, вот уже тут перекрытия сделаны, опять отдали сметчику. Значит, вы можете подключать сметчика к работе раньше, чем при обычной технологии. Контроль изменений в проекте и вот эта технология по очередной выгрузке позволяет вам организовать работу так, что сметчик может подключаться к проекту на ранних стадиях. Да, наверное, что-нибудь изменится, какую-то часть работы сметчика переделает при этом, но зато он может у него останется намного больше времени на все это и вы будете уверены, что ничего не пропущено. Вот еще один аспект применения подобной технологии. Ладно, переходим на завершающую стадию выгрузить сметную программу. Как видите, есть три возможности выгрузки. Возможность номер один выгрузка через файл XML. Это специальный формат 5D XML, его описание опубликовано в открытом доступе на сайте программы и разработчики сметных программ могут этот формат в своих продуктах реализовать. На данный момент, насколько мне известно, это реализовано, естественно, в нашей сметной программе и реализовано в один из сметей. Остальные, скажем так, основные игроки этого рынка пока не реализовали этот формат и с ними обмен будет через формат LPS 1.10. Он поддерживается везде и нормально импортируется в любую сметную программу. Тут опять-таки могут вступить сметчики и сказать, «Знаемый этот ваш формат», там с ним проблем много. Но в данном случае мы через этот формат передаем только коды нормы и объемы, поэтому никаких проблем не возникает, полностью все передаем. Есть особенность, после загрузки LPS в сметные программы надо будет подтащить примосные показатели из нужной сметно-нормативной базы. Поэтому там надо будет нажать еще пару кнопок. Проверено, что в основных сметных программах это и гарант смета, смета, rule, wizard, 0, датабазис, турбосметчик и так далее. Все это нормально реализует. Третье возможный формат экселевская табличка. Для чего она нужна? Просто для того, чтобы посмотреть, что получилось, или, может быть, кто-то загрузит ее в какую-то свою собственную систему автоматизации, расчета смет и так далее. Ну, здесь у нас установлена наша сметная программа. Чтобы показать, что получится, я выгорожу вот сам. Так, сейчас мы найдем какое-нибудь место, где будет легко это искать. вот допустим, сюда мы это запишем. Я создаю файл вот такой. И на этом 5D смета свою работу закончил. Начинается работа сметной программы. я буквально в двух очень быстро покажу, как это делается. Создаю новую смету под каким-нибудь там все равно каким номером. Проверяю, что она сделана на федеральной базе. Говорю, смета копия загрузить 5D XML. Указываю вот тот файл, который я сохранил вот там сегодняшний. здесь можно указывать, каким образом будет делиться наша смета на разделы, на подразделы и так далее. Вот в частности можно использовать пользовательские параметры. Но здесь я не буду у нас особо нет ничего там смотреть, поэтому просто по стенам и перекрытиям разобью. Интересная возможность сравнения двух проектов, то есть если есть два файла XML, выгруженных из разных версий проекта, можно сделать смету на изменения в этих проектах. Ну вот на самом деле вот так это выглядит. Вот у нас смета, у нас есть стены с привязанным кирпичом есть перекрытие, где мы неучтенные ресурсы не привязывали, они помечаются здесь соответственно красным значком. Ну и пожалуйста, вот я неудачную форму выбрал. Ничего особо интересного тут уже не будет, вот у нас просто обычная смета. из двух разделов. Вот так вот все это выглядит. Можно нести в экспертизу. Ну что ж, вот так это работает. Если у вас есть, если вы хотите посмотреть на это сами, есть демонстрационная версия, есть реальная версия, по всем этим вопросам пожалуйста к организаторам нашего вебинара можете обращаться. Если есть какие-то вопросы, я сейчас попробую на них ответить. Так, можно ли с помощью модели со связями вебинарии? Ну, видимо, имеется в виду модель, в которую подгружены какие-то подмодели в качестве элементов. Программа не будет одновременно работать со всем этим проектом, потому что это совершенно разные проекты. В общем, ответ такой. отдельные части вот этого проекта надо будет обрабатывать отдельно. Вы можете сделать для каждого из проектов, но вот в том проекте, куда они вставлены в качестве связи, элементы вставленных объектов видны не будут в нашей программе. Так. Металлоконструкции в кубометрах. Да, вот бывает так. Значит, Ревит замечательно сам считает объемы, но массу должен там задавать проектировщик. Если это не сделано, то тогда мы можем взять объем этой металлоконструкции, умножить его на плотность стали и решить эту проблему своими средствами. Хотя, конечно же, правильный выход, правильное решение, корректное, это сказать проектировщику, чтобы указывать массу, чтобы указывал массу металлоконструкции. В чем преимущество использования перед классификаторами? Ну, я не вижу, честно говоря, связи никакие. Что, если под классификаторами подразумевается технология, когда вы просто бревете из сметно-нормативной базы, выбираете нужную вам сметную норму и привязываете ее к чему-то, ну, по-моему, тут очевидное преимущество. Во-первых, не дело проектировщика вот этим заниматься, во-вторых, непонятно, что с этими классификаторами происходит с расчетом объемов, вот там точно нельзя умножить на плотность. В-третьих, никакого использования типовых проектов, только, может быть, перетаскивание элементов готовых из одного проекта в другой с привязанными сметными нормами. Ну, в общем, пожалуйста, уточните вопрос, я как-то не вижу. У нас здесь совершенно разные весовые категории. Насколько оперативно вы выполняете актуализацию сметно-нормативных баз подружных предосметь? У нас есть своя сметная программа, если мы на ней, собственно, у нас тысячи пользователей по России, если мы это во время не сделаем, то нас съедят, поэтому делаем очень быстро. Так, что еще тут? Коды сметных норм в ТРФР уже не совпадают. Это почему они не совпадают? Если мы возьмем базу федеральную, скажем, 2014 года, не 2017, то она совпадает на 99%. Да, в некоторых регионах не успели актуализировать какие-то нормы. В базе 2017 года, уверяю, у нас нет ничего принципиально нового, но сотня новых расценок, если при общем количестве 50 тысяч. Ну, опять-таки, если готовы заплатить за ТРР ваши региональные, подключим без проблем. Планируете ли вы оптимизировать интерфейс, неудобно в рабочем окне использовать пять отдельных окон? Ну, вы знаете, мы планируем. Если у вас есть какие-то предложения, мы вас с удовольствием послушаем, пожалуйста, пишите, нам все это передадут. Любые предложения будут учтены по возможности. Все-таки, выгружать файл в 5D-смету, назначать норму сметчик должен на компьютере повертировщика. Нет, не должен. Я показал, что можно вот то же самое сделать через файл. Вот здесь, если видите, сейчас в меню у меня есть кнопочка выгрузить файл. Я получаю просто некий XML-файл, передаю его сметчику. Хотите по сети, хотите по электронной почте, любым способом. Сметчик его обрабатывает так, как я показывал и говорит и передает нам результат. Мы загружаем этот файл и работаем точно так же. Так, база ФР-14 года отменена? Отменена, да, но все терры сделаны именно на этой базе, за исключением Республики Крым. Там есть терры на основании базы 17-го года. А мы говорим о кодировке. Вот кодировка базы ФР-14 года совпадает с кодировкой терры. Вы не правы насчет соответствия кодов. Насчет соответствия кодов ресурсов. Да, я не прав. Но вот коды норм совпадают. Если хотите, можно, ну, я готов вам дать просто соответствие кодов базы 17-го года и 14-го, они одинаковые. А вот насчет кодов ресурсов, да, в базе 17-го кода они другие. И вот это здесь учитывается. Если я беру выгрузку внфрес, неважно, куда, есть тут флажок перевести коды ресурсов из базы 17-го года в базу 14-го года. И вот этот флажок решает проблему. В тех программах, которые через XML работают, это встроено уже в импорт XML. Поэтому там у меня этой галочки нет, но вот здесь пожалуйста получу кодировку 14-го года. Еще что-нибудь есть у нас? Ладно, тогда передаю слово организаторам. Что-то еще есть? Так, еще есть. Возможно ли к отдельным конструктивным элементам приписать сопутствующие работы? Да, возможно, конечно, я это показывал. Лучше всего сохранить это либо в собственной базе сметных норм, там потом будете оттуда доставать. Вы набираете код основной нормы программы, предлагает вам вытащить все, куда эта норма входит в вашей базе. Там может быть целый комплекс. Или сохранить их шаблон, там это все будет делаться автоматически. На самом деле это наиболее эффективный способ использования подобных наборов. Пожалуйста, это сделать возможно. Хорошо, тогда передаю слово организаторам нашего вебинара. Спасибо вам за внимание, спасибо организаторам за предоставленную возможность выступить. Пожалуйста, все вопросы, если будут, присылайте, ответим. Всего доброго. Спасибо Александру Матвеевичу за демонстрацию. Я немножечко подытожу, что только что было показано. Этап 5D-смет позволяет интегрировать работу смельчика в процесс разработки BIM-модели, сократить время и снизить риск срыва сроков разработки смель, исключить вероятность возникновения ошибок при передаче данных в смельную программу, а также сократить трудозатраты на нанесение изменений и уточнение исходных данных. Также унифицировать процесс составления смельной документации и повысить эффективность работы сотрудников. Многих интересует вопрос о том, какие же все-таки компании уже используют наши решения. Так вот, некоторые из них представлены на данном слайде. И зачастую также всех интересует вопрос, были о реализации кейсов уже конкретных и какие компании могли прийти к каким-либо уже результатам. И так вот, отличая на этот вопрос, хочется сказать, что в октябре 2018 года один из наших пользователей компании в ней галургии поделила своим опытом успешного использования программы 5desmeta на масштабной конференции от Одесской университии. Запись уступления доступна к просмотру и выложена на официальном сайте мероприятия. Так что вы можете послушать, посмотреть и уже сделать какие-то из себя выводы. Что касается демонстрационной версии данного решения. Александр Матвейт уже немножко сказал. Так вот на официальном сайте продукта 5desmeta.ru можно скачать эту самую демо-версию. Но сразу же скажу, что функционал демки ограничен. Космечиванию доступны только стены и окна, но зато по времени демонстрационной версии ограничений не имеют. Если же вы хотите опробовать полуфункциональную версию, то ее нужно будет приобрести. И тоже такой есть приятный бонус у этой реальной версии. Она предоставляет возможность работать сразу пяти смельчиков. То есть это одна лицензия на пять рабочих мест. Ну и срок использования этой реальной версии один месяц. Также имеются годовые лицензии и постоянные. И по всем вопросам приобретения вы пожалуйста обращайтесь в компанию сусот, менеджеры вам помогут и все непосредственно подскажут. контакты данной организации вы видите на слайде и я думаю вы уже не раз пересекались по каким-либо вопросам, поэтому вы сможете всегда к ним обратиться. Ну я от своего лица также хочу поблагодарить организаторов. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли, нас послушали, уделили время. Если у вас будут какие-то вопросы, то конечно же присылайте. И многие нас также просят по первоначальному опыту демонстрации провести показ на их конкретной модели, то сразу говорю, это вполне возможно. Если вам не жалко своих моделей показать нам и протестировать данное решение, то всегда пожалуйста. Еще раз вам спасибо, всего доброго. Редактор субтитров